добрый день добрый день дорогие друзья всем привет 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 всем здравствуйте здравствуйте девчонки так ну что понедельник данному конечно же с вами встречаемся очень любим это дело с вами встречаться каждый будний день у нас прямые эфиры интересные прямые эфиры девочки я стараюсь для вас делать максимально им полезными вот сегодня у нас будет очень классный эфир девчонки магнитные геллаки они никогда не выйдут в принципе считаю из моды из из своих потребностей потому что и клиенты очень любят причем в любое время года вот согласитесь со на то что это очень даже круто привет девчонки привет поэтому сегодня я на галдина с вами буду вот такую красоту наводить и могу вам сказать что дам вам несколько вариантов как их можно обыграть красиво как их можно сделать достаточно интересно вот поэтому это дизайн я думаю если вы уже подписаны на нас до видели мк я для него я для вас его делала здравствуйте здравствуйте вот дело вот в таком варианте в золотом но как видите можно сделать и в зеленом вот можно сделать абсолютно с разными еще раз повторюсь цветами но не только девчонки сегодня вам покажу как это сделать не только с цветами но и как добавлять можно наши материалы смешивая между друг дружкой получая очень крутую с тем самым очень крутой результат вот так что давайте начнем конечно же знаете как я всегда говорю что на вот таких длинных длинных ногтях длинных типсах смотрятся любые дизайны круто вот если вы хотите клиентов своих завлекать естественно дизайнами то мой вам совет выполнять их на вот таких длинненьких типсах девчонки они в любом случае даже на короткие ногти потом их будут делать потому что знаете как я всегда говорю ну вот возьмите вы половиночку ноготочка да вот и ваш дизайн в принципе вмещается все отлично смотрится то есть они же как всегда блин да на длинных это круто да нифига на коротких тоже это очень смотрится классно просто нужно предложить вот и я уверяю вас что вот такой будет цеплять однозначно дизайн и вы будете иметь плюс к своему чеку так что не бойтесь предлагать так ну как я вам уже сказала что мы сегодня будем смешивать не просто делать это из наших любимых кошечек вот но плюс ко всему будем них внедрять еще всякую такую вот фишку красоту вот чтобы вы могли тоже это все попробовать я конечно же буду работать на инфинити но вы знаете что у нас есть не только инфинити у нас есть луна наши тоже классные кошки вот но инфинити наносится на черную подложку и в принципе они за счет этого конечно же смотрятся ярче круче но знаете как девчонки многие тоже мастера говорили что блин это неудобно потому что надо сначала черную выкрасить то есть нам надо быстро могу сказать одно что черную подложку я не делаю прям плотно 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 плотной если она у вас где-то будут просвечиваться это ничего страшного то есть вы можете даже максимально тоненько выкрасить вот под кутикулу естественно все сразу и уже потом наносить инфинити то есть не нужно там два слоя черного делать да для того чтобы у вас красиво легла кошка то есть она у вас и так ляжет хорошо и не бойтесь сделать вот такой вот ход конем назовем вот так поэтому за счет своей во-первых да то есть видите у нее шестного все равно идет такой легкий легкий витраж темный поэтому за счет этого у вас все ляжет достаточно красиво да вот посмотрите какая классная розовая кошка господи ну это же просто вообще бомбеза вот и вот это у нас кошечка найдется таким не знаю камера вам передает на на синенький больше цвет но она идет с темным темным фиолетовым супер просто как смотрится и еще раз повторюсь девчонки эти кошки никогда никогда не выйдут у вас из моды и принципе желания клиентов так поехали я уже взяла сразу черную типсу чтобы не тратить время на выкраску черного гель-лака но в любом случае еще раз повторюсь что вы это делаете в тоненький слой не переживайте все отлично ляжет все будет просто супер тоненько выкрашиваю ой господи она уже так красиво это кошка смотрится вот тоненько выкрашиваю на типсу естественно отмагничиваю можно в принципе в любом варианте и отмагничивать она уже видите как хорошо сохраняясь в принципе свой рисунок никуда ничего не рассеивается никуда ничего не девается то есть за счет этого вы можете даже не переживать пока клиента лампы ручку свою донесет и все у него останется как и было здравствуйте так отправляем в лампу и теперь как я вам обещала мы сейчас с вами сделаем немножко такую фишечку нанесем один цвет это у нас как раз таки вот темный фиолетовый смотрите да не до конца я покрыла и прикрываю сразу второй оттеночек вот таким образом стык стык практически они у меня становятся дальше берете в принципе можно любую кисть взять который вам удобно сделать растушевку кисточку я делаю вот таким образом то есть она мне получается вот как лопаточка да то есть ей прям удобно будет что-то что-то прям поднимать и девочки теперь внимание у нас компании если такая вот классная штука я считаю что сейчас это просто на пике популярности тем более на них сейчас акция идет очень классная вот вы можете ознакомиться на нашей страничке это гель юки это жидкий гель юки которые невероятно красиво просто переливается я думаю что к любому дизайну зайдет он однозначно тем более сейчас очень любят делать вот этот переход до который из блесков у нас молочный оттенок уходит с базами с гельными там да просто добавлять его везде и даже делать растушевку на френче то есть это это я считаю палочка выручалочка для мастера тем более у него большой достаточно выбор в цветах вы можете их посмотреть также у нас на нашей страничке в они представлены вот и я думаю что там знать как девчонки какой цвет не возьми то есть вот у меня это получается пятерочка есть еще вот такая четверка то есть она даже в принципе больше сюда подойдет под оттенком вот но то блестит до круче вот видите если они абсолютно два разных но зато как вот они переливаются красиво мне лично очень нравится давайте ладно больше нам подходит конечно же вот это сиреневым мы ее и сюда с вами дизайн замешаем я беру на кисть прям набираю вот сейчас поближе вам сделаю прям набираю на кисточку и вот такими движениями прям легкими аккуратненько замешиваю то есть не надо ничего мазать то есть еле-еле я так можно сказать кисточкой прихлопываю аккуратно чтобы сильно не перемешались у вас тоже цвета то есть чтобы все оставалось на месте и немножечко добавляю наши юбки не нужно тоже по всей типсе девчонки лучше сделать это на стеке где соединялись как раз таки вот эти у вас два цвета и теперь мы с вами их обмагничиваем также с двух сторон смотрите как круто переливается то есть они смотрятся как будто глубоко глубоко и плюс ко всему аккуратненько поправим их надо очень быстро конечно отправлять в лампу они такие житенькие товарищи вот но я же вам объясняю поэтому мы с вами немножко задержимся и за счет этого смотрите да то есть у меня где получается черный фон меня видно вот эти вот хлопья на типсе вам положу и какой вообще стоит у него блеск то есть вы не добьетесь ни одним в принципе гель-лаком вот такого эффекта согласитесь то есть это очень будет круто смотреться вы конечно же можете добавить уже потом когда просушить и добавить юки сверху вот но это не даст вам перевернем чтоб немножко стекло это не даст вам такого эффекта то есть понимаете как здесь получается а за счет того что мы их нанесли на непросушенный цвет они смотрятся у нас намного интересней а если мы их нанесем уже на просушенный то есть мы перекроем всю красоту наших гель-лаков и наших кошечек и к сожалению то не будет смотреться уже настолько красиво супер да вот девчонки вот видите то есть я вам сегодня просто чисто дам такие рекомендации идейки до которые вы можете внедрять в то что у вас есть либо вам понравится сейчас эти цвета которые вы тоже захотите приобрести вот пожалуйста то есть ну все в ваших руках так теперь конечно же мы возьмем с вами на 2 то есть один у нас будет с югами а на втором и сделаем уже фольгу шечкой я возьму вот такую золотой фольгу то есть я даже смотрите мои хорошие в принципе ничего не наношу на на кошку отлично печатается и так фольга как мне надо вот с такой вот как бы где-то прожилки у нее не отпечатывается то есть это мне так и надо что такая вот была легкая растушевка этой фольги то есть вот такая вот скажем так такой эффект меня больше устраивает теперь смотрите наверное самый мой сейчас востребованный любимый материал это конечно же акварельные капли девчонки я их очень люблю я сейчас практически применяю в каждом своем дизайне сейчас вот вам немножко покажу вот смотрите буквально вчера сделала с ними вот такую вот красоту если захотите будет прямой эфир и на такой дизайн обязательно выйду вот и покажу вам как делается то есть вот такие ногти просто на ура зайдут я думаю что и летом и весной и не знаю когда яркости зимой хочется правильно согласитесь что же но не всегда у нас клиенты просят чисто вот по сезону иногда хочется яркости и зимой вот и сейчас быстренько вам покажу вот такой еще ноготочек красный тоже можно сделать посмотрите как это это девчонки это все акварельные капли то есть ну конечно же здесь я добавляла гириллаки но больше степени акварельные капли идут так что это очень крутой материал который я говорю что с ним можно делать просто сногсшибательные вещи очень хотим обязательно сделаем тогда договорились будет у вас так теперь смотрите я взяла оттеночки вот такие но мне чтобы это было ярче лучше конечно же использовать четверочку вот но четверки нету можете использовать девятку то есть девятка она идет более скажем поспокойней четверочка у него идет по насыщенней то есть видите она более такая малиновая четверка на более такая насыщенно-фиолетовая и обязательно мы конечно же возьмем с вами кисть для акварельки матовый топ можете не наносить то есть мы сейчас будем работать с вами прям по кошечке кошки то есть не нужно никаких матовых топов я вот именно сейчас буду работать прям сразу по кошечке кисточку девчонки я использую чистый для акварели я никогда ее не ну кто знает уже я рассказывала не использую эту кисть для других материалов то есть она у меня работает только с акварелькой потому что другие материалы начинают взбивать ворс а так как ворс у нее натуральный а вот и к сожалению потом акварель у вас не будет уже рисовать и не будет себя вести так как вам хочется акварель очень любит как у нее индивидуальная кисточка вот вот такая вот она монополисткой когда работают все таки с акварелью это вам тоже мой такой совет так смачиваем кисть в обезжиривателе и набираем вот этот вот наш оттеночек вы даже можете между друг дружкой слегка перемешать это добавит еще скажем такой яркости красоты и прямо смотрите чёрки я работаю чисто вокруг нашей фольги то есть можете даже слегка зайти на нее если вам вообще не хочется чтобы была золотая фольга прям берете и делайте ее малиновой фиолетовой все и у вас золотой фольги нету пожалуйста да если вы хотите сделать более сложный такой дизайн если вам хочется чтобы вот его клиент ваш разглядывал чтобы другим мастерам было интересно блин как же это вот там маша научилась делать его я тоже так хочу то вы можете конечно же закрасить фольгу и у вас получится вот такая вот красота девчонки конечно же сразу назревает вопрос да как будет носиться не будет ли скалываться не будет потому что у нас акварельные капли на спиртовой основе они не на водной вот соответственно вы можете не переживать что с этими ноготочками в носке что-то случится все замечательно у вас проходит клиенты все с ним будет просто зашибенно так что не переживайте капли стоит без дела обязательно попробую да да девчонки тем более приходите на мой эфир я вам буду рассказывать как с ними какие крутые штучки делать вот сейчас мы стараемся для вас мк выкладывать разные чтобы вы тоже смотрели и самое главное что они будут доступны для вас то есть каждый сможет их повторить не переживайте так ну и теперь давайте конечно же добавим и блестючек да как же без наших блестков потому что в одной типсинки у нас уже есть юки а сюда мы возьмем сусальную бронзу я думаю кто знает компанию никанагель уже работает с ней то я думаю ни один не смог пройти мимо этой красоты она нереально приливается этот просто эффект вот этой вот жидкой фольги очень красивый очень для даже детства так теперь что теперь мы конечно же с вами возьмем тоненькую кисточку сильно тонкую не берите потому что они достаточно такие ну крупные капли и сильно тонко девчонки вас не получится просто их аккуратненько выложить красиво достаточно такой вот средненький размер сильно толсто тоже не надо потому что ну как бы нам вот этот эффект легкости таких блесточек потому что тут и так все красиво переливается но как знаете у меня на клиентка говорит вот добавил блесток и же заиграла другими красками то есть вот правда бывают такие дизайны когда ты просто добавишь блесток и уже совсем все смотрится по-другому но здесь и так все горит все блестит поэтому я думаю что что и так уже смотрится очень даже красиво вот поэтому не не пугайтесь пробуйте ваши материалы использовать в разных вариантах в целом в целом всегда это материалы которыми работают мастера правильно для вас сдавались они для вас не делать вот и я думаю что если их соединять что-то пробовать то однозначно получится крутая вещь так ну и смотрите допустим если у вас нет вот таких вот гели юг вот как в плане вот такого оттеночка да у вас допустим есть вот одни и все и на все времена на все дизайны опять что вы берете вы конечно же берете акварельные капельки и просто-напросто так давайте так чтобы вам было видно ну возьму вот такой вот розовый красивый троечка у него есть и берете по ним проходитесь то есть у вас уже получается что вы закрашиваете тот оттенок гели юг и они у вас смотрится уже вот они розовенькие видите отлив идет розовый все то есть опять акварельные капли вас спасают соответственно вы сможете сделать уже совсем другую с ними красоту вот хотите добавьте желтых хотите добавьте красных то есть ну любой цвет любой оттенок акварельных капель вам даст то что вы хотите так ну и теперь давайте наши две типсинки перекроем это вот даже знать как пример я вам показала как на коротких многоточках будет смотреться этот дизайн то есть не всегда там на длинных ногтях ну конечно же зачастую до длинные ногти они однозначно смотрятся красивее красивее вот но большая часть клиентов у нас ходят с короткими ноготочками вот поэтому просто вы вы просто так предлагаете допустим на больших типсах да на таких длинных это демонстрация ваших дизайнов идет вот уже на на коротеньких там ноготочках вы говорите что будет смотреться то есть не не хуже то есть это будет даже может интересней умеете просто разговаривать я думаю тем более когда увидят у вас такую красоту не пройдут мимо это сто процентов так ну вот и смотрите два абсолютно разных получились у нас с вами дизайна но зато как просто круто они переливаются как смотрится и абсолютно по разному то есть можно сделать вот вот в таком в разном варианте и как я вам уже сказала естественно вы можете там не золотую фольгу использовать как вот я использовала на вот этих типсиках здесь также наша фольга только фольга уже идет с надписями вот она тоже есть наличие тоже есть можете обращаться директ вот и девчонки вам менеджер конечно же вас проконсультирует и уже по вот этой фольги которые у нас написями вы также акварельными капельками рисуете и получаете что эффект старой газеты то есть да он смотрится как эффект старой газеты не хотите газету вот клеить и вот такую фольгу 1 тоночку и по ней уже рисуйте блесками ой господи капельками видите у меня один блеск стоит глазах и я уже прям вот поэтому выбирайте какую вам сделать это уже пожалуйста на ваш вкус на ваш цвет то есть хотите зеленый если у вас зеленый инфинити делайте зелеными если у вас инфинити золотой делайте золотыми вот можете даже говорю два цвета вот соединить как я сегодня вам показала вот так что вот такие вариантики девчонки с кошками с капельками вы можете делать и получать вот такую красоту так что обязательно попробуйте обязательно проэкспериментируйте на материал которых можно быть сейчас вас есть уже наличие если нет это заказывайте конечно же рисуйте так ну а на сегодня у нас мой хороший эфирчик подходит концу я надеюсь что из этого эфира вы для себя что-то полезное однозначно возьмете вот и повторите может даже круче еще сделайте у себя обязательно отмечайте нас не забывайте все ваши работы будем выставлять все до скорых встреч всех обнимаем всем хорошего продуктивной недельки и пока пока